МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте. Сегодня в эфире 10-е заседание Национального собрания Западной Армении. Останки Мисака Манушана и Милины Мажнушан захоронены в понтоне выдающихся деятелей Франции. Гринкен верит, что мир между Ереваном и Баку не за горами. Пропаганда ненависти довела Баку до бессознательного помешательства. Богатая история армян в Нидерландах и Беккии. Мы и наши Айрены. Недавно обнаруженные археологические находки в Огановане нумеруются и очищаются. 10-е заседание Национального собрания Западной Армении третьего созыва состоялось 21 февраля в 21.30 на онлайн-платформе Skype. Заседание открыла председатель Национального собрания Нелли Арутюнян, сообщив о церемонии перезахоронения останков Мисака Манушана. На церемонии, состоявшейся во Франции, присутствовал первый президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян. Председатель Национального собрания Нелли Арутюнян представила изменения и дополнения внутреннего регламента Национального собрания, также третий и четвертый этап формирования правительства Республики Западной Армении, напомнив членам и депутатам правительства о важности наличия удостоверений личности Республики Западной Армении и депутатских мандатов. В ходе заседания участники обсудили ряд вопросов безопасности внутреннего распорядка. Подводя итоги заседания, председатель Национального собрания Нелли Арутюнян призвала разработать и подписать правила конфиденциальности и текст присяги. В пантеоне бессмертных Франции состоялась церемония захоронения останков армянского героя французского движения сопротивления Мисака Манушаны и супруги Мелине Манушан. На церемонии присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. В пантеоне бессмертных Франции присутствовал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, бывший президент Франции Франсуа Олланд, первый президент Западной Армении господин Арменак Абрамян, члены правительства и законодательных органов Западной Армении и Франции, общественные и политические деятели. Президент Франции отметил, Мисак Манушан был свободен, когда шел по улице и проходил мимо этого пантеона. Он представлял, какой была бы его любимая Армения. Манушан называл себя тигром полном ярости. Когда его арестовали, Мелине была с ним во всех Одиссеях и беждала его не сдаваться и жить. Окончательным постоянным выбором была свобода. Он выбрал подпольную жизнь, чтобы француз ничего не потерял в своей свободе, будучи опьяненным солдатом свободы, отметил Макрон, добавив, что сегодня есть Франция, которая благодарна им. Мисак и все, кто боролся за эту свободу, были удостойны чести, любви и свободы навеки. Манушаны не только первые армяне, но и первые иностранцы, чьи останки захоронены в пантеоне бессмертных. Рафи Семерджан на своей странице в Facebook написал, Мисак и Мелине Манушаны входят в храм бессмертных. В пантеоне похоронены 81 французских выдающихся деятелей. Мисак Манушан станет первым иностранцем, вошедшим в пантеон, а супруга Мелине – седьмой женщиной, покоящейся в пантеоне. На сегодняшний день насчитывается 83 бессмертных. Среди них Вольтер, Жан-Жак Руссо, Виктор Гюко, Александр Дюма. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что мир между Ереваном и Баку уже близок. Призвав на Мюнхенской конференции по безопасности лидеров двух стран урегулировать несколько все еще существующих проблем. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он по-прежнему верит, что мир не за горами, и он обсуждал это напрямую с лидерами этих двух стран и призвал их работать вместе, чтобы решить несколько оставшихся проблем. И мы продолжим поощрять эти страны к достижению мирного соглашения, сообщил Миллер на брифинге с журналистами. Он также коснулся встречи лидеров Еревана и Баку в рамках Мюнхенской конвенции. «Я знаю, что у двух лидеров была встреча в Мюнхене, и мы продолжим предлагать помощь и поддержку Соединенных Штатов для достижения соглашения». Отметил представитель Госдепартамента. Встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялась при последничестве кантлера Германии Олафа Шольца. После встречи Пашинян отметил, что стороны остаются верны договоренностям, достигнутым в Праге и Брюсселе. В ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел двух стран. Затем заседание комиссии по вопросам делимитации и демаркации. Пропаганда ненависти довела Азербайджан до бессознательного помешательства. Союз Гардман-Ширван-Нахадживан Всеармянский союз Гардман-Ширван-Нахадживан решительно осуждает неонацистскую, антиармянскую политику, господствующую в Азербайджане на протяжении десятилетий. Союз коснулся убийства армянского офицера Гургена Маркаряна. В заявлении говорится, в рамках учебного курса НАТО «Партнерство во имя мира» 19 февраля 2004 года находившийся в Будапеште армянский офицер Гурген Маркарян был зверски убит азербайджанцем Рамилем Сафаровым. Яркий представитель азербайджанского экстремизма Сафаров нанес 16 ударов топором спящему армянскому офицеру, даже не раскаившись в садейном преступлении во время суда. Однако такая бесчеловечная практика – это только одна сторона проблемы. Приговоренный судом Венгрии по жизненному заключению Сафаров через 8 лет был экстрадирован в Азербайджан, чтобы отбыть там оставшуюся часть наказания. После прибытия в Азербайджан Сафаров был провозглашен героем на государственном уровне и удостоен самых высоких почестей. Это наглядное свидетельство, на каком уровне антиармянство и этнические ненависти к армянской нации находились в Азербайджане еще с 2004 года. Пропаганда ненависти довела азербайджанцев до неосознанного помешательства, превратив несколько миллионов человек в массу, которые каждую секунду готовы к антигуманистическим идеям и их практическому применению, которую цивилизованный мир обошел стороной. Результаты такой политики не заставили себя ждать. Только такое государство, страдающее от расизма, могло подвергнуть 10-месячной блокаде более 100 тысяч человек, около 30 тысяч из которых дети. Государство, построенное на такой основе, могло прибегнуть к военным действиям против армян, терпящее гуманитарную катастрофу, нацелившись на гражданскую инфраструктуру. Только такое государство могло провести этническую чистку за несколько дней, изгнав армян из Нагорного Карабаха. Все это не кажется странным, если вспомнить, что этими действиями руководил яркий представитель диктатуры Востока Ильхам Алиев, начиная с третьего десятилетия с его пребывания у власти, считающей войну своей политической миссией, считающей дьяволами тех, кому несколько месяцев назад обещал мирную интеграцию. Первоначальная армянская община в Амстердаме была небольшой. Около 800 армянских имен появляются на реальных актах муниципальных архивов города на период 1600 по 1800 годы. Сообщество достигло своего демографического зенита в 1668 году, когда можно считать 6600 армянских фамилий. Богатые армяне подражали амстердамской элите, заказав золотые и серебряные медали и брачные медалены с армянскими надписями, чтобы отметить рождение и браки. Армянская церковь в Амстердаме. Первый армянский священник был приглашен в Амстердам для проведения религиозных услуг в частных домах в 1665 году. Нотариальный инвентарь, относящийся к 1703 году, относится к армянской церкви-укрытию в Коникс-Варсат. 30 января 1714 года власти выдали разрешение для армян возвести официальное здание церкви, видимое с улицы. В мае 1714 года 40 армянских купцов финансировали конвертацию двух складов в армянскую церковь на Кромбом-Лотте в центре Амстердама. В 1749 году внешний вход был украшен монументальным фронтовым камнем с ягненком и армянским текстом, который в частном порядке финансировался армянским священником Иоханнесом Деминасом. После того, как он служил своей цели, в течение полутора столетий это здание было закрыто из-за сокращения его конгрегации. В 1874 году по приказу католикоса Эчмядина здание было продано за 10 тысяч флоринов. После этого на протяжении более века здание занимало католическую начальную школу для девочек. После Второй мировой войны армянская община в Амстердаме начала расти. И армяне купили здание еще в 1989 году и сегодня оно по-прежнему функционирует как армянская церковь в центре Амстердама. Айренны – монастрафическая твердая форма армянской средневековой поэзии. Она состоит из четырех строк по 15 слогов в каждый. Иногда строки делятся и пишутся в восемь строк. Любовь, горькая судьба, скитальца-пандукта, философские раздумья являются основными мотивами арена, оставив большой след в армянском поэтическом искусстве. По их подобию писали армянские средневековые поэты, самым выдающимся из которых является наопет Кучак. В некоторых рукописях 15-17 веков Ованес Ерзенкаци упоминается как автор большей части «Странствия и наставления». Айрены про любовь встречаются без имени автора. Однако в 1882 году некоторые авторы и литературоведы признали наопета Кучака автором Айрена. Айрены – это не песни Кучака, это песни Гусана. Айрены – это ценности, наделенные высокими художественными качествами. Как сказал Баррель Брюссов, самые удивительные сокровища армянской лирики. Сокровища, недавно обнаруженные средневековые высеченные в скале гробницы в Оганаване, нумеруются и очищаются. 56 археологических предметов в первую очередь были переданы службе историко-культурных заповедников музеев охранной исторической среды. После нумерации и учета предметы передали в лабораторию реставрационных музейных предметов. Находки представляют собой в основном оливковые лампы и датируются 4-5 веками. Согласно источнику, в настоящее время проводится процесс очистки обнаруженных сокровищ. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok